в общем вот десантировался на какой-то безымянной платформе где-то там вот каньон и что-то сразу надел куртку потому что здесь прям дубачок такой в шортах холодные ногами вообще всем даже в куртке мне что-то сейчас холодно там холодный очень ветер есть подозрение что попаду под грозу как вчера это будет перебор попробую найти какую-то дорогу вот походу я и вышел на начало этого каньона видимо надо двигаться вдоль там будет что-то более интересное подобное видел на реке большой зеленчук в прошлом году станция невинномысской окрестности тоже северный кавказ там из камней были яшмы а это вот какие-то такие пока не могу понять какие породы скальные разные все намешанные вулканические базальты в общем пойду гулять чтоб не заблудиться по что-то вообще что-то непонятное пойду вдоль вот этой реки куда выйду туда выйду здесь еще есть большая опасность что скоро гроза начнется может начаться если ты этот дождь зацепит циклон этот этот район то что-то я уже подустал попадать под дождь не хотелось бы поднимать ну все равно прогуляюсь по горной реке тоже нормально такие тут пороги шумят а вот оттуда идет то ли тоже какая-то горная речка то ли ручей не знаю я особо к маршруту не готовился поэтому каких-то прям подробных карт не изучал ничего да в принципе мне тут особо не важно просто прогуливаюсь много сектарий вижу всяких которые можно было подполировать и нормально продать но они довольно крупные сейчас и что-то нет настроения прямо таскать огромные гулы грузы и так что-то я подустал ноги все в этих кровавых мозолях которые сегодня с утра ножом протыкал и выкачивал выдавливал кровь оттуда красивые рисунки могли бы быть и полировки вообще на камень надо смотреть когда он мокрый чтобы рисунок прям ярко был виден какой он будет после обработки и полировки что-то они какие-то очень белые здесь белые серые выглядят невзрачно но что-то тут может быть интересное хотя у меня нету сейчас какой-то такой прямо цели я просто гуляю думаю так полтонны ждет всяких находок еще не разобранных с разных мест такой интересной формы камень нашел такой можно было бы загнать чуть-чуть обработав но хрен знает лень все это тащить я думаю такого много еще найдется и вот необычная форма камня короче подавил я в себе какое-то такое состояние и решил разобраться и вот вышел я сменил маршрут и вышел на указатели реальный каньон почему-то написано что посещение платное там даже не знаю сколько ну в принципе насрать другой стороны непонятно кому тут платить еще сезон не учился сначала подумал что это фуникулеры но это высоковольтные провода так провисли ну судя как я карту смотрел там около трех километров до него до самых сливок каньона не знаю как чего единственно очень не хотелось бы попасть под дождь что это единственная сухая моя одежда в палатке сейчас там осталось как бы сохнуть полностью мокрая одежда но она я думаю не высохнет и тем более скорее всего она еще раз попадет под дождь даже если здесь нет дождя сейчас то в туапсе там вполне возможно был уже потому что ничего хорошего там в плане одежды меня не ждет вообще если все три километра будет вот такая дорога спетляющая вверх-вниз стороны в сторону то три километра это прилично о гору фу ребята подхожу я вроде к окончанию но я вообще не ожидал такого испытания это маршрут прямо для ну прям любителей рекстрима реального потому что там фу ну короче во первых судя по карте там пройти километра три три с половиной вроде бы по прямой но идти нужно не по прямой нужно идти в высокие горы спускаться вверх какими-то извилистыми штуками переходить через какие-то мостики без перил над оврагами глубокими где-то держаться за тросы там где-то там есть места где можно просто по скользкой глине скатиться не за что ухватиться внизу пропасть там 20 метров фу и наконец-то я здесь я уже раза три думал сюда не идти потому что ну обратно еще могу не успеть уехать ну шоу я не знаю час наверное но это просто я весь мокрый потный надо посмотреть стоило ли это того обратную дорогу попробую снять вот эти всякие штуки здесь то вот все цивильно здесь можно держаться сделано а по пути сюда там пинцет а это еще не каньон вон какая-то штука типа что каньон еще дальше интересно что там настолько хорошего что туда такой маршрут где-то осталось меньше километра судя по карте ну вот походу и конец этой веселой дороги интересно стоит ли оно того почему-то называется каньон реки букепка но мне сказали что река бешенка его карты тоже опознают бешенка возможно что букепка переводится как бешеная как моя гипотеза я просто не изучал этот вопрос мне просто местные сказали буквально вчера про это место а я а в нем никогда и может и слышал но как-то не обращал внимания ибо не планировал побывать в таких местах не знаю что сказать ничего сногсшибательного не наблюдаю непонятно как машина оказалась тоже здесь непонятно какая-то дорога еще есть возможно что через какую-то частную территорию проехал ну в общем то вот он добраться сюда реально сложно сейчас я пойду обратно и некоторые места просто на видео сниму которые в меня впечатлили ну это как-то ну нормально но не сказать что прямо и опять же здесь вот это все цивильное сделали мне не нравится лучше поставили диким что там что там а кстати я шел не по этой тропе я шел через какой-то сложный маршрут как-то вот так через мосты и вот по самым-самым-самым ямам я шел здесь видимо можно более простой дорогой пройти но я пойду так как я шел чтоб не заблудиться потому что у меня остается полтора часа до последней электрички вернее это всего две в день идет это вот в одна утром рано и вот одна будет в восемнадцать что-то сорок пять мне вот нужно на нее попасть иначе я осталась на какой-то безымянной станции до утра в не самую теплую погоду а вернее в холодную достаточно погоду я просто снял куртку потому что я вспотел она уже внутри вся мокрая в общем не хотелось бы мне здесь остаться там и связи кстати нету в районе станции а здесь почему-то есть иногда все ломлюсь обратно ну тут еще вот немножко оголяется река каньон вернее этот ну честно говоря думал он будет помасштабнее какой-то такой прям вот повыше поглубже это по сути ну просто горная речка вот это вот кстати знаменитая гора Индюк я ее на карте видал но она с другой стороны железной дороги находится ну ее тоже заодно увидал и идти туда я не пойду конечно вот например такую штуку показываю через которую я проходил сейчас обратно надо я не представляю например как здесь человек который боится высоты перейдет или там кто-нибудь похмелье или там ребенок период вообще нет то есть все подгнившее все качается ну вот не знаю на кого рассчитано на тренировку спецназа там или что-то такое сейчас еще что-нибудь покажу ну вот я сейчас переходил вверх горы вниз горы то это вот это маленький холмик еще тут есть такие горы там где-то 20-25 метров надо вверх потом столько же вниз фу сейчас я еще и тороплюсь ну вот еще мостик но это тоже с перилами но вот здесь такие глина очень скользкая по которой можно съехать но здесь еще ладно там есть просто места я их сниму где прям можно съехать далеко и схватиться не за что будет вот ламывается вот заменяют все гниет постепенно вот такие вот штуки кое-где натянуты тросы но там были места сейчас они скоро будут намного опаснее а тросов нету или их украли там не знаю и очень скользкая глина и кстати тяжелый рюкзак еще с камнями со мной под 20 килограмм где-то ну кто не фанат вот прямо до усрачки уставать тому не рекомендую сюда ездить и лазить оно мне кажется того очень не стоит кстати пока сюда шел на встречу мне попался мужик в самом еще начале он на машине видимо приехал решил сходить я его спрашиваю типа ну что там далеко до каньона он говорит типа не я как второй спуск увидел так назад повернул это было самое-самое начало еще хотя вроде молодой мужик ну еще кстати вот когда на красноярские столбы в прошлом году лазил там же то ли 6 то ли 8 километров надо в гору идти в довольно крутую там по-моему это 45-60 градусов наклон вот ну я пошел со мной там тоже параллельно выходили какие-то группы людей подниматься кто-то с детьми кто-то просто там пары кто-то там компании и в общем до конца хотя я делал кучу привалов три или четыре привала отдыхал никто короче не поднялся меня не догнал то есть они все повернули назад так что это вот такие специфические маршруты но если красноярские столбы хотя бы того стоят то вот этот каньончик а по сути просто горная речка обычная как такая же на которой я в самом начале вот сейчас был по сути ничем не отличается ну чуть-чуть поток там сузили чтоб она громче шумела и все так что камни те же самые породы те же самые фу я думаю оно не стоит того ну вот например опасное место под крутым наклоном скользкая глина и скользнул там даже деревьев нету ничего чтобы ухватиться и чтоб тебя что-то задержало а здесь очень скользко а тут уже нормально полога но зато трос есть миллионы корней всяких камней скользко у меня друг Антон Леонов когда мы как-то с ним бухали в Твери после концерта ну компанией просто тупо выходили на улицу и там ступенька была там ну сантиметров десять и он как заорет просто неправильно наступил и уехал в травму с переломом таранной кости месяц в гипсе ходил по пояс вот глина скользкая хватиться не за что мне еще рюкзак перевешивает ну пока что-то мне вообще не нравится моя заход поездка потом может буду вспоминать улыбаться фу он вроде вышел вон еще один раз гора Индюк когда я туда шел я ее не видал не обращал внимания вообще на ту сторону ну вот на нее я не знаю то ли ходят то ли просто ее фотографируют издалека понятия не имею но даже станция есть электрички где-то там недалеко отсюда другая Индюк я-то вышел на 1744 километр который без названия и станция Индюк как раз вот кто хочет то ли залезть на гору то ли ее сфотографировать не знаю не разбирался я вообще не планировал честно говоря попасть именно вот сюда то есть я так и думал буду где-то на море в туапсе тусоваться там лазить по окрестным горам плавать купаться нырять а что-то как-то не та погода вообще и вода не такая как я думал и дно не такое то есть там ничего интересного нету только вот на камни смотреть совсем не то так что подныряю в другой раз и в другом месте наверное ну короче я отговариваю вас на маршрут к реке каньону реки Бешенка ездить я думаю что-то поинтереснее можно в этих же краях найти но если конечно вы не фанат не чемпион по каким-то лыжам или легкой атлетике и прям не фанат вот таких вещей хотя легкой атлетикой я тоже когда-то занимался но что-то вот хрен знает особенно пенсионеров не пускайте каких-нибудь которые до пенсии дожили хотят там насладиться старостью а то они могут там и остаться какая собачка хорошая всего лишь все чава какава чава какава чава какава домой домой иди прошу пищу допустим у он он Я спасен. Я на подходе к себе домой, вот туда где-то километра четыре. Меня там ждет, надеюсь, уютная палатка. Ветер вообще ледяной, дует уже второй день с моря. Напоминает прям как в сериберке. Но там, конечно, поледенее, но здесь тоже прямо пронизывающий холодный ветер. То есть сейчас температура намного меньше десяти градусов, то есть градусов шесть или семь, что в принципе очень мало. Ну, надеюсь, сейчас прогреюсь, просушусь новой газовой горелкой, как я обычно делаю, просто в эту поездку я ее не брал, думал, не пригодится, еду на юга, но зря не взял горелкой. Продолжение следует...